Ладно, я рестартанул запись ввода, чтобы не было тут лишней фигни, и поехали наблюдать за игрой. Наконец-то с АП, и наконец-то они начали эту игру. Сейчас, секунду, переподключусь через минуту к тебе. Так, ну что, еще раз напомню, восьмая квалификация на ProLeader, на ProLeader, на ProLeader TV, одна восьмая финала, то есть лучше 16 команд осталось. Напомню, только две выигрывают квоты на саму ProLeader, ну и кто это будет, посмотрим. Надеюсь, игры будут интересны. Сегодня мы посмотрим три раунда, то есть одно восьмую, четверть финала, полуфинал, параллельно также комментирует Каспер. Так, тут кто-то героя не пикнул у боснийцев. Интересно. Итак, что тут как? Энки играет у нас на Nike, Симперер играет на Паки, Сукюаумфг играет на Виномантере, Сатанкилер играет на Расти, ну и у Приоров. О, G4M35, ну как это читать? Джамис, Джамис, Джеймс, ладно, будем читать Джеймс, это типа Джеймс. Вэйуштик, белорусы, такие белорусы. На Шейкере, Бера у нас на Личье, Валера 2003, ну или Рассел, Рассел у нас на Виндранер и Джакал у нас играет на Сынкинге. Опа, здесь Расту могут поймать, если туда пойдут ребята с командой Prior, если пойдут туда, но они могут пойти и не туда. Опа, видят Расту, Сынкинг побежал за ней, но не достает их тут очень много и Раста спокойно по Тауэр, ну могли бы идти под вышку, но скорее всего кто-то бы умер в ответочку. Запалились абсолютно все белорусы, что они здесь тусуются и надо им отсюда уходить. Как будет по линиях стоять? Ну мы видим, что Раста будет в топе в миде, у нас будет Найкс против Сынкинга, ну и Трипла Тайтпак Виномансер что ли или как? Ну тут непонятно, тут непонятно. Ладно, давайте дождемся пока герои станут по линиям и тогда все увидим. Что, как и куда. Ага, Сынкинг топает таки в топ, в миде будет все-таки дабла Лишвойд, Лишвойд против Виномансер Найкс, Сынкинг внизу против Тайда Пака и на топе Раста против Шейкер Виндранер. Интересно, интересно, виноватец из полиции, а что ставил Энвард. Ну и пошла война. Пошла война, интересно как это будет все выглядеть, конечно. У нас Войд против Найкса, основной конечно лейтмотив сегодняшней битвы, это однозначно. Это в любом случае так оно и будет. Ну и Джеймс против Энкинг. Как же сработают здесь босницы, посмотрим. Босницы с хорватов, блин, надо как-то привыкнуть их как-то выбрать какое-то название для них общее все-таки. Югославы их называть что ли или как. Хоть такой страны уже давно не существует. Балканцы можно дать, по-честному. Все с балканского полуострова. Такая сборная. Солянка на Бера нападает, здесь Дайгер влетает, начинает его грызть. Ой, как активно он начинает грызть. И Шейкер вовремя стан, Бер уйдет и есть Ферст Блад, забирает команда Прайор. Минус лайфстиля, забирает его Вайед. Ну и хорошее начало для наших парней. У-ху-ху, тащи Рассел, тащи Беларусь. Сябры, поехали. Хорошее начало, это хорошо. Ну и будет тяжелее, вы знаете, после того, как он здесь получил ФБ. Тем более, что забрал Воед, Воед скоро себе кольцо принесет. Вот, вот, Куру уже можно ввести в лес, потому что вот этих два крипа забрать и все, есть уже колечко. Воед пока, вот видите, забирает довольно активно крипов. Хорошо работает. Ну, вот, Куру заранее никуда не отправляем. Хотя стоило бы. Ладно, давайте посмотрим, что по другим линиям здесь. Сынкин, видите, просто стоит на халде. Мамелюки пошел его на Тайде просто по хрипту убить. Импер 606 на паке тоже здесь рядом. Уже 600 голды нафармил, Тайда 180. Ну и Джакала тут тяжеловато. Наверху третий левел у Расты. Реген еще есть, Виндранер тоже Реген еще не тратил. На Виндранерке здесь, конечно, очень просто против Расты, потому что есть суппорт от Шейкера. Шейкер в мид сходил очень вовремя и очень четко. Хоть видели, что Шейкер здесь выбегает, но решили уже на Х вместе с Виномайнцерами идти до конца. И попытаться, не знаю, может быть, разменяться там по Таурам, если бы у них получилось. Ну, не получилось. В итоге Ваед... Ага, Ваед покупает Пруманс Шилд первым айтемом. Он считает, что ему не так нужно кольцо сразу. В принципе, да, у него есть еще Реген. Он решил вот так вот. Наверное, Тапок сейчас купит и будет уже нести себе Курой. Или Бестапка будет. Черт его знает. Бер. Третий левел наличие. Второго левела, но у первого левела, конечно же, с Крифайс. Что здесь? А нет, это иллюзии Виномайнцера. Я думал, это может кто-нибудь где-нибудь нападает как-то. Но пока никто никуда не нападает. Раста! Могут быть проблемы наверху. Связал я его Рассел. Шейкер отрезает Расту. Ну и надо нарезать. Еще две тычки надо будет Рассе. Летит сюда ТП. Отходит отсюда Виндрамерка. Да, отменяет ТП сразу. Пытался делать ТП. Здесь стоит Хантер. Посейвить. Но в итоге это не понадобилось. Так, тут видите маяки, что Виномайнцер нападает. Но Виндрана тоже бедная прячется. Но это не Виномайнцер, это его иллюзия. Врываюсь обратно, пропустил Ферсблат. Ну там, ты его не видел, да? Не видел я. Ну там, Найкс пошел под Тауэр грызть Лича и его там под Тауэром... Блату Война, да? Да, да, Ферсблат забрал Войт, убил Найкса. Все, все как должно быть для белорусов просто. Шейкер тут на варду, на вардах просто встал и стоит. А пацаны, меня не видно. Ну и конечно прекрасно видят. Найкс, понятное дело, не пойдет туда к хайграунду ничего делать. Ну и Виномайнцер вместе с ним. Ну вообще мне не нравится, как поставили линии вот эти вот балканцы. Как-то по дебильному я бы сказал даже. А, вот Тайд на Хосте и в Инвизе как-то. А нет, он в Смоке. Побежал. Побежал. Ну, ну, давай, давай. На кого-то, нет, не на кого. Вот не знает, что они делать. Трудно убить, а Войду летит. Ну да, а Лич не будет подставляться. Хотя, может Лич, если сейчас пойдет слишком далеко, то подставим. Тайда еще и видно. А, да, все, Тайда видно. Мог кончился. И беда. В итоге никуда он толком и не побегал. Сынкинг. И манополшин кончился. Сынкинг пятый левел, четвертый левел пак. Пак с банкой. Да, и Сынкинг против пака отлично всегда стоит. Да, Сынкинг прекрасно там стоит. Ну, пока был Тайд, он там активно мешал. То есть он Сынкинга постоянно отгонял, отгонял. Но в итоге все равно получилось так, что Сынкинг себе баночку нафармил. Четок у него был. И сейчас можно ему ловить кайф там против пака. Хотя, смотри, пак нападает. Лол, что ты делаешь? Ну вот это килл. Если бы не прятался в шифт, ушел бы. Да, легко причем. Да, есть второй килл для белорусов. Хорошо начинаем. Сейчас сделал пак, это... Ну, это не совсем понятно. Это банят даже на Сынкинг. Это просто анвауч со Старладера. В итоге шестой левел у Сынкинга. Есть килл. Сейчас купит тапок. Треветки, банка. В банке еще что-то есть. Вот, Тайтхантер. Сейчас будет нападать на Сынкинга. Сейчас будет нападать. А, это неважный план, как бы, да? Дать ему шестой левел и потом его убить, получить. Да, а у него тут мана, банка. То есть, ну, вообще, все что надо. Ставлю на даблкил. Смахивает, да. Так, гаш. Прятаться в песок. Ай, ну Сайленсом умрет. Да, умрет Сынкинг. Ну, тупой просто Сынкинг. Тоже. Ну, правда, ему песок бы сбили, но можно было хотя бы забежать. Не знаю. Да, можно было хотя бы копнуться и туда куда-то там. В лес забежать и там в песок спрятаться. Видишь, план сработал. Сразу два героя получить левелап. Ну, нормально. Всего лишь затахнул Сынкинг. Шекер. Шекера видят, что он сюда пришел. Сейчас отрежет Найкса, нет? Хаста натопит. Шекер заберет хасту, да? Найкс за ним побежал, ага. Сейчас. Найкс какой-то... Нерешительный. А, ну Найкса, правда, почти госты, но толку-то. Найкс все равно немножко так терпит. Ну да, он потерял ФБ, он отстает сейчас от Вайда по фарму. По левелу тоже отстает. Да, и вот это хреново. А так, пятый уже здесь. Да, он получает новую какую-то и... Ну и не знает он, что делать. Короче, очень хреново поставили балканцы свои линии, по-моему. Не знает, что делает Тайд. Да, раз на свои линии приходится пулить. Да, опа, на Тайда что там? Шекер напал? Не, не напал. Мне показалось, что уже напал. Войд побежал, смотри, бить просто-напросто на Икса. И он умрет здесь этот на Икс. Ай, нет, не вовремя стан от Шекера. Надо переживать здесь как-то атаку на Икса. Переживает. Войд на развороте. Виномансер отъехал, походу. Виномансер, еще один удар. Да, минус Виномансер. Гаш залетает в Лича. Лич тоже умрет. Раста минус Шекер. Ты смотри. Какие ворды ужасные. Просто ужасные ворды. Дэнди когда-то такие вот именно в этой же точке поставил на ВДЦ, когда Раста играл против СФа бай Яфиц. Точно так же он тут пытался поймать. Но у Дэнди не получилось. Было некого, тут был Лич, совершенно убитый. Ну да, там можно было с руки его убить. Ворды. Ну или сеточки. Ну у него есть Аркантапок, он в принципе не пожалел вордов, что бы и нет. Когда маленький, две минуты. Всего-навсего. Три-три. Сравняли счет у нас с боснийцы. Из команды ССК. Да, но вы только не умирали, уже имеют... Да. Тридцать пять клейбов по войне, да, что ли? Ну довольно много. Давайте по всем хребстатам глянем. Девятнадцать два Сенкинг, двадцать восемь вендраннеры и тридцать шесть шесть войт. Отлично. Тридцать три восемь пак. Кстати, неплохо. Весь? Двадцать один семь Раста, двадцать четыре пять Лайфстилер. Да, пак в инвизе. Раста ганга. Раста покупает свеки, которые гангают. Сенкинг пытается уйти. Да. Сенкинг немножко нервничает, по-моему. Да, по-моему, он начал хорошо, так уверенно, и что-то потом подрасслабился. Его второй раз уже убивает просто на ровном месте. Опять-таки сейчас он мог уйти. В общем, у Расты еще маннея было, по-моему. Да. Ну, у Расты, да, там была на молнию. Не, ну, хватало еще на хекс или на сетку, если б добежала она до Сенкинга. Может быть, убила. Так, что здесь? Здесь обходит Тайд сейчас. Подтауэр прямо винранерку и лича в миде. Здесь рядом стоит Шакер. Войт фармит сложную. Войт с ПТ, с кольцом, с пурменшилдом. Да, ПТ на силу уже. Все хорошо тут у Войта. У Найкса ПТшечки еще нету. Хотя нет, и уже есть, уже летит. Летит, да. На крыльях Любин. Ну что, Тайд готов, Тайд пятый левел. Ух, нифига себе, откуда у него пятый левел-то? Ну, он убивал Сенкинга. А, ну да, он же там... Потом он еще убивал Личаи и что-то. В миде, да-да-да, он же во всех драках участвовал. Есть истина у Шейкера. Хорошо. Вот надо сейчас нападать. Вот, есть Раста, Раста уже с вардами, сейчас она даст всем маны. Точнее, себе Шейкер дал стан какой-то левый. Опа, запалили Тайда, что ли? Да, вот вижу, маякуют, запалили Тайда, Тайда отсюда просто уходит. Ну и не пойдут, я думаю, сейчас боснийцы никуда. Боятся, они разбегаются по линиям. Где Войт? Войт пошел фармить. Ну, трюкерный Войт как бы сейчас против паку, на полно три фарми. Ну да, пак ему вообще ничего сделать не может. Это пускай торм. Войт не Сенкинг, его-то не убьешь. Сенкинг копает с Дринайкса, получается... Даггер, а Даггер не точный? Да, Даггер мимо. Да, какой-то... Ну, если бы попал Даггером, можно было бы еще погрызть. Хотя... Ну, он еще бы ушел, скорее всего. Песочек и до свидания. Дизейба не было. Так, рядом здесь кто еще есть, подтягивается к ним. Аббат свой инвиз, в принципе, и прошляпил. Он завязал, но... Ну и ничего не сделал, он просто стоял. Не убили, да. Он сейчас, наверное, Раста будет забирать наверху башню. Да, там Раста, с ней Тайд. Тайд пятый левел. Подставляться Шекер не будет, я думаю. Если подставится, умрет. Опа! В миде, смотри, Сенкинга почти убили. Умирает он просто от Даггера Виномайнсера. Пятый килл уже зарабатывает с Куржи. Хорошо начали белорусы, но потом что-то... Но потом Сенкинг фиданул просто. Пошло не так. Раста ставит ворды, забирает здесь Тауэр. Три раза умер СК. Да, 0-3 уже у Сенкинга. 1-3 у Сенкинга. 1-0 Войт, 0-1 Шекер, 1-1 Лич. Раста тут поставила ворды. Очень четкие вообще. Которые надамажили где-то на 150 Тауэр. А нафидели на сколько? Кстати, за них дают экспуку за ворды, только золото. Нет, по-моему, не дают экспу за ворды. Если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь. Но за ворды Виномайнсера точно не дают экспы. Значит, наверное, и за ворды Расты по дефолту не должно давать. То было бы как-то нечестно. И Шекер пришел, взял 6-й левел на вордах, Расты нафармил. Отлично. Но у него только 5-й. Ну да, не дает, потому что у него был 5-й, у него не было левелапа. Вот вижу, у него 19 экспы, он убил несколько вордов, не добавилось. Берн на личе уже 6-й взял. Сын Кинг у нас 8-й тапок банка. Шекер 5-й. Тапок и все. Да, Нич тоже купил себе тапок. Пока еще, правда, у него лежит он на базе. Смотри, тут замышляется атака на Вайда. Вайда, правда, сложно будет. Через ульт Тайтхантера и Сайлос? Да, ульты, да, и таймлок. Как там можно? Тысячи голды у Вайда и фармит, нормально. Более-менее. Я латя вообще отлично чувствую. Найкс ушел фармить топ, у него ПТ-шка щиток, тут можно немножечко постоять. Еще одно инвиз пака. И вот сейчас СК, видимо... Ну тут и СК и Шекер. И лис здесь же. А, ну лис... Ну под вордами. Ой, а смотри, а Тайт-то в смоке. Раст увидит, ну так вот, просто непонятно опять, что делал. Просто ударил его в смоке. Да. Зачем просто? Ну... Он его, в принципе, испугал... Он внезапно из инвиза, понимаешь? Внезапно из инвиза. Такой он, реально нападатель. Не, ну лис и испугался, убежал. Сразу под второй тавер. Пишут мне... За ворды веника дают экспу. Да ладно. Не верю. Я сейчас следил, когда лис убивал ворд веника и не заметил. Он получил. Просто все в цифрах. Вот я сейчас наблюдаю. Вот 686 экспы у лича. И... Да, получает. Да, с ума сойти. Офигеть. Седьмой левел просто поднял на вордах. Вот этого я не знал. Так, все. Теперь нужно узнать за ворды расты. Надо следить за следующим. За ворды расты, наверное, еще больше. Это же улица. Вот это... Это же... Да какая разница. Так, что это такое? Это какой-то половинный план. Напали здесь внизу, тем временем на вайдай. Будет пытаться его убивать. Тай, дуль тонул. Ой, боже, как его там разорвали просто вместе с личом. Даблкил вордами. Да. Ой, виндранер сейчас тут может наубивать. Убивает пака одного. Ну, а побежать дальше. На виндране. Боюсь, что... Рассел, ты можешь. Секунд. Ну, сразу надо было. Почти. Ну, там кд сетки шел. Так, все. Я наблюдаю теперь за вин... За... Ну, бей ворды. Не хочет она бить ворды. Вот шекер пошел бить ворды. 339. 349. 359. Нормально, по 10 экспы. 30 экспа за вард. 30 экспы за один вард. Нормально. За варды виндранера приблизительно столько же. Все, мы сейчас разбирались. Скоро станем вообще суперспециалистами в механике доты. Счет... Счет... Знать, да. Да, да, да. Знать тупо все. Вот я таких мелочей настолько много о доте не знаю. Шейкер играет в такой пупей стайл. Тут тем временем Войт решил сразиться с товарищем Найксом. У Войда, кстати, уже персик есть. Ну, Найкс уже армляд. Если бы сейчас не умер, было бы, конечно, круто. Да, у Найкса до армляд. Нет, в принципе, чуть-чуть надо. Куреж ничего еще нету, да. Надо, что с травмами было было. Напали опять на Войда. И сетка будет. Да ты что, как его тут разорвали-то. Ого. Второй раз подряд умирает Войд. 8-4, и вот, ну, за счет этого можно, можно игру проиграть. Да, завязали Смок. И побежали сейчас ставить вот так. Ну, пока в Войда пропалило, что никого не видно стало. Ну, наверное, понятно стало, что пацаны куда-то ушли гонгировать. Вот под вардами их сейчас не увидят. И может быть атака на... Вот, видишь, куда Майкой, что надо идти вот туда. Или тупо в мид на Шейкера Сенкин. Шейкер на хосте. Вот Сенкин выкапывается, Шейкер закрывает и уходит на хосте. Отлично. Да, Шейкер хорошо сейчас все сделал. Ну, если честно, мне кажется, что он просто вот первого, кого увидел, сразу куда-то дал стан. Это просто у него так классно получилось у него просто. Застоял четверых примерно. Ну, зато он красавчик. Сейчас смотрю, сколько экспы. Нет, 12 экспы дает за вард. А, хотя тут тоже много героя было. Копают у нас вина Майкера, прошивают винт. Ого! И раз-то минус Сенкин. А, его отрезал Шейкер, собственно, да? Да, его отрезал собственный Шейкер. Он спрятался в песок, но почему-то не захотел в нем сидеть. Вот стоит, мне кажется, вот он в ад как бы стоит. Очень хитрый. А, да-да-да-да-да, очень хитрый. Так, напали дальше, зацепили винтранер. Лич ультует. Ух ты! Как хорошо-то Чайник полетал. Так, но все при этом ушли. Но твоей дачи хватало за миссия. Винтранер байбэк. Рассел жесткий. Тут же байбэк. 10-5 счет уже. Не в пользу наших парней. Немножко не дотянулся стрелой. Ну, в принципе, Тайда бы он не убил. Расту 266 хп. Убил бы Расту. И сейчас там встречаешь пака с ПТ на Агилити. Где? Только что он был. Сейчас он уже... Пощелкал на него. Я... С кем же это я играл? А, это я с Дубас... Играл на Оунд Про. С Дубасом. Там с Фанником и так далее. Что-то там фанились на Лиге. И там он бегал... Дубас на... На Фурионе с ПТ на Агилити. Не, на Фурион ты, понятно, должен бить. На 10... Не, так он бегал... Он бегал в минуте эдак на 9-ой. На 10-ой. Говорил, ребята, вы что? ПТ на Агилити это круто. Это очень круто. Солон, опять-таки, убьет он сейчас Змейку. 891. 916. Ого! 25 икспак. 25, а за вард Расты 30, да. Чуть-чуть больше. Интересно. Ну, только вардов Виномайнсера и их мало. Так, цепляет здесь опять Шейкера. Ульта это по-двоим. Отличный, сетка. Шейкер отъезжает. Лища, отъезжает. Это невнятный был у них. Это был ганг. Ой, еще и Пака... Еще и ловят здесь... Мой, просто уйдет пешком. Да. Там у Пака нет ульта. Ну, он улетел как раз на вайда, но войд что-то достаточно быстро ушел. Ну, и войд просто улетает на топ фармить. Потому что здесь много героев, и падла ему тут оставаться. 18-ая минута, счет 12-6. И по чуть-чуть, по чуть-чуть, становится понятно, что... Вся надежда на войда. Сейчас... И неркно сейчас сделала варка. Прибежала к Найнсу. Выстрелила в него. Он ее один раз ударил, включила вендру и убежала. Стремно же. Ну, учитывая, что можно было увидеть, что в 4 героя внизу, как бы. Нет, потому что когда тебя Найнс бьет уже... Уже страшно. Надо пораспаливать уже. Ну, в любом случае, если ты виндранер, то ты можешь с Найнсом еще чуть-чуть подраться. И включить виндран, когда у тебя останется там 200 хп и уйти. А не сразу, с одной тычки, убегать. Что принес себе Найнс? Принес себе армлет. У Найнса есть армлет. Он теперь крутой. Найнс, правда, не имеет левела. Он лучше стоял бы на какой-то линии. И без грипов. Чем туда-сюда. Почти 20-ая минута. Он ничего нового не оформил. Ни бока... Ну, в смысле, не в Баттлфури. Ну, да, до Баттлфури. Но умирал он два раза очень, не вовремя. Там подряд в разы его убили. Сейчас убьют третий. Хотя вот он сейчас видит Тайда. Он видит Найкс. Он просто ТП-аут делает. Ну, вот это нормальные варианты. И куда улетел? Улетел фармить Нисс. Фармить Нисс, потому что Санкинг. Санкинг отпушил линию. Отпушил очень плотно. В миде виндранер с Личом тоже особо не заморачивается. Ну, а вот балканцы уже начали бегать по линиям, забирать товара. Начали тусить по пятеро. Ну, то, что надо делают. В то время как белорусы пытаются... Сейчас Санкинг заберет вышку. А, ну, Санкинг забирает башню, это будет блин, понимаешь? Нормально. Ага. Сейчас крипы у него ее украдут еще. Не-не-не. Видно, что задрот. Хотя нет. Видно, что задрот, да. Видно, что задрот. Да, нервничай. Шейкер отличный стан, не попадает вообще ни по кому. Не, ну, подождем, двух львов подстанет. Может быть. Столки, которые... И развод на иллюзию. Никто не повелся. Они просто все улетели, испугались и улетели. Найкс улетает на топ, фармить линию, которую ему тут... ...приподнес Санкинг. Ну, что странное передвижение. Да, но Найкс получил... ...минуту-полторы такого прифарма. Тысяча голды у него. Интересно, что будет следующим айтемом делать. Да, хаста лежит. Не всегда очень интересно, как люди собирают Найксов. Ну, что у героя, по-моему, настолько много разных вариантов, как можно его просто впаковать. Не, ну, мы все делают рамлет, почти всеми, да? Ну, это понятно, а дальше уже не ясно. Так, напали, здесь нарасло. Ставит ультимейт на двоих. Пак хороший. Здесь живой. Твой чё купол не поставит-то? Тайд ультует. Ну, ставь же купол, убивайте их. Вот купол на двоих. Лич дает чайник, хороший чайник. И с того чайник, и с того чайник. Да. Если бы в пака, то, может быть, еще в тайд, а бы отпрыгнул и минус... Минус войт. Нет, не минус. Опа, вот и даггер по троим. Вот это отличный ультимейт. Вот это было очень круто. Было круто, но... А не отъехал, с ума сойти? Выжил даже. Выжил, красавчик. Вот тут круто вошел, конечно, с Энкинг, с блинка, с ультом. Да, счет почти сравнялся. В общем, 10-12. Так, какой-то... Ну, четверых убили сейчас, всех как раз, кроме на Икса. 4-0, да, если что? Да, 4-0 никого не потеряли. Или потеряли. Совсем на крохах. Да, по-моему, никого не потеряли. Но мы это можем посмотреть. У нас же есть... Да, никого не потеряли. У нас же есть суперклавиша F6. А будет 1200 подокуфури. Ой, нормально. Это уже похоже на кумбэк. Или какой-то вариант кумбэка. Это кое-что, да. Войд побежал дальше драться с Найкс. Вот Найкс сейчас войду просто. Вот столько фарма привез. Стой и бей. Да, он, видимо, своих не пытался динайвить. Ну да. Бей и бей, Якуб. Помню, когда-то был в каком-то в КВН. Подарок на поле чудес, Якуб Боевич. Пацаны из нашего района. Привезли тебе в подарок пацанам не из нашего района. И водку. Пей и бей, Якуб. Вот так же и тут. Просто бей. Ну что, забирает еще в миде Тауэр. Последний Т1 Тауэр. Ну и Сэнд Кинг тем временем на топе пошел забирать вышку. Сэнд Кинг такой нормальный. Сэнд Кинг не аксу. И грызем Рошана. Вот пойдут на Рошана, нет? Конечно пойдут. Ну Сэнд Кингу надо делать ТП сейчас в мид. Да, раз-то даже в варду не пожалело. Ну что, у Сэнд Кинга через 13 секунд ультимейт. Надо лететь уже в мид. Не успеет. Успеет. Или не успеет. Ну если будут отвлекать, Сэнд Кинг не туда летит. Тем более Тайк Хантер очень плохо стоит. Да, хорошо стоит. Минус Рошан. Вот надо сейчас где-то подраться. Ну хотя, уже поздно. Уже не весело. И Найкс с ДД. Опа, все-таки вошли. Смотри, Пак поставил ультимейт на 1 варку. Войт купол. Ну и надо врываться Сэнд Кингу. Ой, хорошо, как Пак сбивает ульт Сэнд Кингу-то. Что там произошло? Боже, Войт минус Тайд Хантер. Виномайдсер умирает от Сэнд Кинга. Найкс пытается грызть Сэнд Кинга. Убивает его. Пак тоже умрет. Вот, хорошо прошел баш здесь от Войда. И Раста, 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 Раста. Тоже отправляется в аут-аверну. Это победа, по-моему. Опять минус 4? Я просто расходил буквально на полминуты. Да, опять минус 4 и остался в живых только Найкс с Эггисом. Ну, Найкс, правда, один килл забрал в той драке. Собственно, Сэнд Кинга. Казалось бы. Забирает МКБ. А, или башер. Наверное, и башер. Наверное, все-таки башер. А потом МКБшечку. Сейчас разумно было бы купить ему аш-чит в такой игре. Ну, хотя... Какого-то ценности, понятно. Виндранер забирает в Миди Тауэрсе вместе. Войт с Баттлфури. С ПТшечкой с Пурменшилдом. Быстрое Баттлфури. Просто фаст-эвер. Да, на 24-й минуте. Отличный план. Что, второй Джевелин, что ли? Летит. А Тедхантер, я так понимаю, просто сбили и дали ему ультануть, да? Да, Тедхантер ультанул. Тедхантер, кстати, такой странный немножко. Он не качал пассивку вторую ни разу. Ну, в смысле, как? Только одна пассивка осталась. Да, он Кракеншелл вообще не качал. Да, но, видимо, должно ему о чем-то сообщить. Что, в принципе, пассивка-то неплохая. Найкс уже несет себе башер, кстати. Уже в куре. Летит просто. Да, ну, по деньгам совсем сравнялись. Даже немножко впереди белорусы. Да, ты смотри, а проигрывали, казалось бы, на 4 тысячи, даже больше. Ну, просто два замеса, где-то 4 вну на 4 вну. Красавцы. Если бы еще Рошана не отдали, то уже можно было бы 100% сказать, что... Хотя, мне уже кажется, Войт становится все сильнее и сильнее и сильнее. И вряд ли они что-то сделают. Ладно, пока... Все равно почти без денег. Пока пауза я гляну, что у нас изменилось. Есть ли у нас уже какие-то результаты. Там же много интересных команд. Давай. Смотрю. Думает что-то у меня. Что-то думает. Вижу, у Каспера там идет игра. Каспер комментирует игру про 1-2-3 какой-то команды. TMXE, про 1-2-3, ТБ. MLT против YKR. Уже одна игра закончилась. Young Rebels. Это ребята из... Которые были C4 раньше назывались. Из Йордании. Young Rebels. Вот они выиграли у россиян из MLT. И уже в четвертьфинале. Эти Young Rebels, они довольно жесткие. Я помню, они как C4 еще тогда в группе... В первой доте там нараздавали. И Fostyle выиграли свою игру в первом раунде. Fostyle у Nirvana и Fostyle уже в четвертьфинале. Будут играть, наверное, с FOT-ой. Вот там будет прикольная игра. Можно будет понаблюдать. А победитель вот этой пары, которую мы смотрим, попадает на победителя пары Окно Гейминг и Поляков Тайм Аут, которых мы вчера смотрели дважды. Окно Гейминг. Кави, Салат, Валерка Карпин, Индиго, Мела. Тут состав просто ого-го. Огонь. Да, просто почти старое окошко. Да, кстати, поздравляю парней с никами UNF, ООО, Айк Китоу Сен и Ляшко Евген. Они стали 6000-6000 первым и 6000 вторым подписчиком на Твиттере. Так что напишите мне свои имейлы в Твиттер. Опять-таки через А. И я вам отправлю в ответ инвайты. Вот вижу, уже два человека написало. Еще Ляшко Евген, напиши мне свой имейл. И я вам отправлю вот сегодня-завтра инвайты на Доту 2. Та-дам. Хватит уже на халяву раздавать. Будем разыгрывать разными там приколюшками. Как только получу инвайты, сразу вам отправлю. Кстати, задрали уже Валве со своими этими. В чем? Ну, выходными, отпусками, сколько можно. Они вроде говорят, что они обновляют до 73-й. Добавляют айтемы и прочее. Ого. Но это не напрасно. Ну, не знаю, не знаю. Крайне мере, я не могу выловить никого из них уже довольно давно. Все они там заняты. Не говорят, когда будет апдейт. И все ждут завтрашний апдейт. Будет ли завтра тот же давно обещанный Баратрумчик. Баратрум, без Баратрума, конечно, Дота и не Дота. Ну да. И очень хочется также Сайленсера увидеть и инвокера. Ну да, Айс Рот тем временем выпустил. Одно из самых бездарных обновлений. 73С? 73С, да. То есть он решил пофиксить панду. Ты знаешь, я даже Чинжлок не смотрел. Меня настолько разочаровал 73-й. Я просто играл как бы против этой панды несколько раз. Даже один раз играл ей. Но против игроки гораздо сложнее. Вот. И он ее пофиксил. На 50 маны увеличил монокост ульта. То есть это просто. Ну так, по-моему, это довольно серьезно. Потому что все пособирают монобуты, и ауд стоил 100, а теперь стоит 150 за копию. Ну это. Ну как, серьезно, не серьезно, но по-моему, не изменится вообще почти ничего. Но зато C версия вышла. Ну да. Следующая какая там будет? D. Сколько у нас был рекорд? F когда-то была, по-моему, не? Да, да, была. 7 шота там F. Ладно, продолжили у нас игру. Дропала там Rastour, коннектнула ее. Все нормально. Он собирается башить найт. Башить будет? Ну не знаю. Все хочет перебашить Вайда, да? Ну да. Можно, кстати, посчитать. 25% у него, а у Вайда сколько? Мы сейчас на атак спид это все умножим. У Вайда какой процент баша? 15% на данный... Нет, да, 15% и будет тоже 25%. Но у него же атак спид намного же больше, правильно? У него атак спид 181, а у Найкса атак спид 181. Ты знаешь, у них шансы на баш абсолютно равны. Да, конечно. Почему-то Найкс всегда всех башит, а этот... А у Вайда как пойдет, да? Не, наоборот, в смысле, вот всегда. Ну да. У Вайда же еще тот баш, который у него был в куполе, он не считается, по-моему. И потом... А, ну вот Найкс уже Рейгис отдает. Ну дропнула Виномайнсера. Да, мы видим, что что-то там лагает, пацанов. Не знаю, отдает ли он. Я думаю, его не успеет убить. Хотя Войда сейчас... А, Лич... Его только что связала ВР-ка. Да, Лич дает новую уже в этот момент, вижу, замахивается. И Войд готов уже прыгать. Что Сент Кинг тут затаился? Где... Ох, Сент Кинг-то какая позиция у Сент Кинга. Вот классная пауза у нас перед дракой. Сейчас у нас все расклады вообще четкие будут. Суть в том, что Сент Кинг... Ну да, Сент Кинг уже войдет с ультом. А то Кантер-то, кстати, девятого левела и опять не уйдет, по-моему. И слишком далеко он стоит. Ну он далеко и его... Я думаю, стоит начинать драку вот после того, как Найкс умрет. После этого надо врываться. Поближе подходить к Найксу. Туда же войдет Сент Кинг. Я думаю, уже проиграли эту битву. Причем чуть ли не 5 в 0. Ну непонятно. Если не уйдут, то будет 5 в 0. Если это Сент Кинг или нет. По идее, не видно, что Сент Кинг. Не, походу не должно быть видно. Не-не-не, он там как раз за деревом. Тут его никак не видно. Вардов там нету, пацанов. Поэтому они даже не предполагают, что он находится именно здесь. У него еще хоста в баночке. Ультимейт, 14-й левел. Ща будет тут Кавабунга. Просто Кавабунга. Не знаю, что это, но... Кавабунга это когда-то мультик такой старый был. Черепашки и Ниндзя. Не знаю, сотрел ты или нет. Поделки, конечно. Там же с Реддером. И они когда нападали, у них-то был боевой клич. Типа Кавабанга! Или Кавабунга! Как-то что-то такое они кричали. Типа это всем гоплык сейчас будет. Угу. Наоборот, у Шеки уже фиссуру потратил. Тут, кстати, я читаю тут отзывы и так далее. Оказывается, что... Суперз... Что у товарища, который играет на VR-ке, у Расла просто нереальное количество тут фанатов вообще. Да ладно? В интернетах. Просто на него тут писается вообще. Ничего себе. Это какая-то звезда. Я просто не знаю, кто это такой, к сожалению, но... Теперь буду следить, не знаю. Хе-хе-хе. Повешу над кроватью. Хе-хе. Не знаю, вот это, по-моему, CCK, это единственная команда, в которой в замесе. Тайтхантер стоит самым последним. Ну да, но это нормально. Он... На самом деле. Во-первых, без пассивки, во-вторых вообще самым последним. То есть впереди даже Расла. А зачем только один вопрос? Ну не знаю. Ну, кстати, по ТН силу есть. 1200 голды, 1200 хп. Ну нормально. Типа, тихо, это что? А, у Расла ты больше хп просто, понимаешь? А, вот он уже. Хе-хе-хе. Левел больше, хп тоже больше. Виновансер, он 900 хп, ему похрен. Ну, Виновансер с мекой, с тигами. Все нормально. А, кстати, мека. Мека, это, кстати, довольно прикольно. Что может как-то помочь. Если он не успеет завязать, потому что... Ну да, если его не сбредить. Ну что, он сейчас стоит в стадии? Да, шейкер сейчас будет немножко бесполезен. Шейкер без ульта здесь, да. Шейкер, ну, 14 секунд до следующей фиссуры. Так, тут видно. Ну, и тут он ни хрена вообще не сделает в драке. Маны разве что может дать кому-то. Маны, да, вот это очень важно. Особенно в замесе. Когда у всех все фуловые. О, Виновансер вернулся. Сейчас будет месиво. Да, да, да. Мне интересно сейчас. Надо же как-то правильно отжать. Окей, гоу, гоу. И сейчас пойдет драка. Гоу. Все, все готовы. Поехали. Так, Виновансер отходит. Войд прыгает. И купол Хекс. Войд получает. А Найкс не как-то прост. Найкс делал еще кипа. И Сент-Кинг, смотри, входит. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Копнул одного Тайда. Ну, то есть все равно не... А, Тайд ультонул Тайда. Найкс убил двоих. Просто. Троих сейчас убьет. Выпил, а Войд? Что? Войд без купола. Купол он бездарный поставил. Сент-Кинг жив. Шейкер станет. Ну, а убить Тайда. Куда Верка побежал? Рассел. О, боже. Сцыкунишка жалкий. Тайд просто 20 хп. Сент-Кинг просто ливнул. По-моему, он тупо ливнул вообще. Пацаны, я с вами дебилами играть не хочу. Нет, Сент-Кинг тоже, кстати, не про. То есть там абсолютно все вошло. Да он в таверне. Нафига паузу ставить? Нафига паузу ставить, если он в таверне? Пусть все реконектится 40 секунд. Сент-Кинг вошел, казалось бы, изначально хорошо. Но он с ультом прыгнул. Первые два или три толчка были вообще по одному Тайду. Он потом еще и Тайда копнул. И в итоге так и не убил. Так что ульт... Это не ясно, это последний. Он просто отбился в книгах, все ясно. Ну, Тайд, кстати, свой ульт потратил тоже тупо в одного вайда. То есть больше никого ультом там не зацепил. Ну, кстати, странно. Почему войдт вообще умер просто в секунду? Первый раз. Он выкупился, перенесал снова, но... Ну да. Не, ну он как бы пошел сразу в драку, получил тут же хекс. И там его начали просто месить. И потом была еще сетка, ульт Тайда, его там заговнили уже. Так, ну вот эти вот паузы. А на них, кстати, это довольно легко. Он на лоу спадал заец крипа. Ну да. Съел его, вылез, включил армлей и начал драться. И немножко даже погонял синтов. И они же радианты. Они же радианты. Не могу тоже никак привыкнуть. Вот сам себя пытаюсь заставлять не говорить синты с куржи. Не могу понять, на каких отких играют люди. Вот в данный момент войдет с пострелем на инту. Один вопрос, зачем? Ну, просто за что это? Не, ну, может он сейчас куда-то прыгать будет. Он будет спамить таймволком, да? Я заспамлю вас таймволком. Просто по всей карте. Только к шейкеру нету претензий, у него только один артефакт и нету вариантов. Только вот можно слот менять, который его кладешь. Ну че, тоже опять-таки хотят. А надо еще пака проверить, может пак тоже? Где там наш пак? Я больше понял, у Некиста костыль на инту что-то. Не, пак все нормально, у пака все нормально. У него все четко, у него вообще там скоро хекс будет. Да, ну да, уже блинком. Две тысячи у Найкса почти. Сейчас гляну стату. 135, 13 войд крипстат, Найкс 130 на 6. Чуть-чуть получше у Вайда, но у Вайда 2,3, а у Найкса опять 1. Ну да, по деньгам после замеса снова что-то нырнуло кривая вниз. Ну тут такие вообще качели, прям как у какого-то 70-летнего деда на аппарате. Ага, мне тут уже объяснили, что Рассел это идиот из вакансий на Продоте. Вот кто это. Вот что это за звезда. То есть надо читать. Понимаешь, да, надо читать вакансии, там такие дебилы тоже появляются. Хотя я всех призываю не читать про Доту уже месяц, пока оттуда не уберут рекламу. Все, я протестую. Против рекламы на Продоте. Как же она бесит. Ну дома-то не бесит, да, потому что там стоят эти... Нет, там не просто реклама, там же реклама с каким-то малвейром все-таки. Да-да-да-да-да-да-да. Вот это все. Мне реклама с кричком понравилась. Вот это что очень не круто. А, отжали все-таки. Все, отжали, смотрим. Обался. А там вернулся он или нет? Думал открыть вакансии, да, вернулся. Вернул открыть вакансии, но понял, что это слишком. Не, вот что-что, сколько я читал про Доту, сколько я там был даже главным админом. Вот реально, в разделе вакансии я тупо ни разу не был. Вот вообще ни разу. Я один раз даже в полигон заходил куда-то вот туда там. Не, я думаю, что может быть в вакансиях я был один раз только, но когда я только создал Акси на Продоте. Вот это еще было во времена, не знаю, Куада, что-то каких-то таких с Айксом и прочим. Давно-давно. 14-17, счет на 28-й минуте. Выигрывают пока ребята из команды СССК. Ну и при Ордота, белорусы... Ну, короче, качели. Неясно, кто выиграет. Войт становится сильнее, но Войт тупит, как бы. Я не видел еще ни одного хорошего купола. Ну, был вот здесь когда-то вот здесь вот один хороший купол, но там Лич дал хреновую чайну. А так что-то пока не особо. Не фонтан, скажем так. Надо, должен сейчас какой-то БКБ, наверное, купить. Так, кстати, БКБ было бы неплохо, потому что Дизейбло... Ну, кто не дурак, он так купит Мом. Чтобы его еще быстрее убивали. Ну да, потому что... Что-то медленно он умирает. Так можно включить Мом, прыгнуть в толпу, получить хекс и умереть просто за 2 секунды. Нет, за 2 секунды это явно не река. Так, побежал. Все, паровоз Джан. Хорватский паровоз Джан с одной и с другой стороны. Сейчас тут надо включить мелодию Бенефидов. Пытается разводить на Вайдах, как бы, да, но сейчас их обойдут в спину и будет очень больно. Еще курицу убьют по дороге. Так, сейчас смотрим. Кто первый встрянет? Первый встрянет Лич. Ульты есть у всех. Вот, вбегают. Лич успеет лидать. Войд стоит купол. Лич с баша выйдет. Лич не вышел из баша. Тайд ультует. Шейкер хороший и ульт. Мне кажется, Санкинг проебал ульт. Извините за выражение, но по-другому это называется. Ну да, это вообще никуда. Ну хотя вот сейчас пытается что-то сделать. Пытается уйти, его просветили. Санкинг минус, лайфстиллер, делает трипл килл. Ну, в салат просто. Ну и Санкинг тоже умирает. Развели на Вайда, пацаны. Слушай, Войд купол ставил вообще или нет? Войд поставил отличный купол на Tech Hunter. И нужно было его за 4 секунды убить. Но не хватило дэмэджа. Дави, пишет. Дави Сата. Отлично. Так вот, что сразу можно сказать? Что Найкс с входа вгрызся в Лича. И Лич не успел вообще ничего сделать. То есть он пытался дать ульт. У него дергались руки, я видел. Но там три баша подряд прошло. И ГГшечка. Три баша подряд уже это нереально. Просто там пулдауны там баши 2 секунды, а башит он на 1.2 по-моему. Ну что-то такое, там есть момент, что-то... Разве? 1.4 секунды длится. Первом башу невозможно. Сейчас я даже проверю. По-моему, в Dota 2 пока не введена эта функция или введена. Пулдауны. Пусть если баши gives a chance to stand for... Ну да, на 1.4 секунды он. Ну вот кулдауны, и он точно не будет. По-моему, в обычной доте 2 секунды. Найкс купил себе уже гиперстоун. Так и раз, и тут фигня осталась. Чтобы просто... Забашь меня полностью. 1.2 табор остался у белорусов. График уже просто... Значит, мне сейчас график похож на, не знаю, на какой-то маршрут гонки Тур-де-Франс в горах. Вверх, вниз, потом опять вверх. Ну что, минус Т2 еще один. Ну, по-моему, сейчас вообще стоит пойти убить Рошана. Он же есть уже, да? Должен же быть. И заканчивать игру. Парням из... Из Боснии. Хорватии. И других сопутствующих им стран. За них больше экспыта, как мы уже проверили. И больше денег, если я не ошибаюсь. Вот по 30 дает за оранжевые, а за зеленые... Чуть-чуть меньше, по-моему, за зеленые. А, Войт все-таки БКБшку. Ну, вот красавчик. Вот хоть на этом спасибо. Ну, БКБшка все-таки это игром показана. Ну, сейчас, может быть, на Рошане поймают. На Рошане, конечно, им... Опа, Смоук, смотри, Смоук. И как же может быть вовремя? А эти-то ждут. Эти-то не дебилы. Раста с Аганимом. Я, кстати, не заметил этого момента. Забирает пак. Пак с инвизами, с хостой сейчас будет просто такой. Мега, мега пак. А, просто Рошана еще нет. Вот в чем. И просто ждут, пока Рошан появится. Нет, вот где-то он должен появиться вот сейчас. Кстати, мне интересно. Белорусы знают, что там все. И, ну, я думаю, они предполагают эту тему. У них от Смок осталось секунд пять просто. Да, Смок закончится, и они уже никак не удивят. А другой Смок у них... ВР-ка прошила, увидела, что нет Рошана. И белорусы убегут. Рошан появится секунд через 10, и его спокойно убьют. Не, но белорусы, конечно, никуда не убегут. Все-таки не настолько они. Не настолько они? Не настолько хороши. Да, ну вот он появился. Рассел у нас. Рассел уже, кстати, плотный. Рассел уже... Да, Рассел очень хорошее. Полторы тысячи хп. Ох, Виномайзер так по-четкому варды разбивает здесь. А, ну, в общем-то, да. Ну, и начинает бить Рошана, а Войт уже хрен знает где. Да, ну, фактически отдают Рошана, да. Те не боятся, боятся выбирать. Ну, и одни, и вторые боятся. Хотя тут Найкс его быстренько бы загрыз. Три тысячи у Найкса что-то, ну, продал. Он что-то не увидел, что... Маджик Вонт он продал. Продал свой щиток. Виндранер сейчас нашьет и увидит, что уже Рошан побитый. Ну, не видимо, сейчас Змейки Расты будут. Нашивает Виндранер и вообще ничего не видит. Нима. А, ну, тоже принесли, гляньте, как принесли Син-3. Тут позиционная сцикливость двух команд проявляется сейчас. Тайт, как всегда, у нас... Тем временем, да, тем временем Войт уже почти на свиток насобирал. Да. Вот если он себе принесет до драки БКБ, это, конечно, будет сверх круто. Если он успеет. Но ему нет, не успеет. Ну, он успеет, купол нормально поставить. Тут БКБ он себе никак абсолютно не принесет. Ему нужно еще тут 300 голды. С другой стороны, Рошана тоже убивать не хотят. Ну да. Видимо, очень боятся. Но потому что можно сейчас игру проиграть. Если ему сейчас захорасить до полхопа где-то. Виндранер нашивает, постоянно чекает наличие. И еще Сент-3. Вот такая война. Да, война тут, конечно, с вардами серьезная. Но сейчас у Беларуса вообще нет, видишь, жена. Вот Найкс отошел, Пак отошел и... Ну, уже нету, зато такой, знаешь, покер-фейс. Ну да. Мы знаем. Вардка имеет уже деньги на Орм. Я думаю, покупать не будет. Смотри, а у Вайда вот, один крип остался. Ну, кстати, зря, мне кажется, они тянут, потому что... Войтс БКБ может и купол поставить. Все, Войтс БКБ, БКБшка уже должна лететь к ним. Да, полетела просто уже. А в прошлом они просто отказались от этой идеи. Кстати, очень странно, мне кажется, можно было легко забрать. Да, и... Куда-нибудь поставить змейки и просто... Через змейки вряд ли бы они сумели пройти. Конечно, через ультовые, через Аганим. Тем более, что Найкс отошел уже убивает его. Вот, и сейчас вот они только идут. Вот это вот фейл, по-моему. Ну, хотя, да, смотри, с вардами как быстро будет убирать Рошан. Смотри, как что у Беларусы делают. Может, они поверили, что тебя не забирают? Да, у Беларусов... Трикюль имеет. План Капкан. Вот глупость получилась. Так долго держали позицию и в итоге потеряли момент. Минус Рошан. Они сейчас такие в скайпе там. Блеха, муха, вот это мы тупые. И сейчас в Смоке будут нападать. Так как в прошлый раз у нас-то было. Дали забрать Рошан и потом напали. Не, они не будут нападать, они бегут на базу в Смоке. Давай, пацаны, быстрее на базу все в Смоке, чтобы быстрее бегать было. Да, странно. Войн еще даже, блин, кинулся. Ну, чтоб быстрее. А в РК форстафинг, да. Побыстрее. А, наверное, они сейчас... Не, ну не пойдут же, они сейчас в Ярку. Конечно, не пойдут. У них Смок закончится через 6 секунд. Войн продолжит форбить себя в миде, да. В магазине у них Смок уже, наверное... Не должно быть. Должен быть на кулдауне. Но мы это проверим не можем. Умножается тут на кулдауне. А, сток зеро, да. Сток зеро, а у этих... Ну, у этих тоже должен быть сток зеро. У этих тоже сток зеро, да. Смоке распродали быстро. Хороший артефакт. Вот, ты благодарен вообще из Фроу за него. Кираса. Кираса уже у Наиксочка? О-о-о-о. Теперь его будет почти просто. Вообще не дамажить не будет. Вот это вот беда уже. А у Наикса просто атак спид повышается в разы. 251 атак спид. В то время как у Войда 194. И вот это уже больно. Два раза в секунду бьет, считай, Наикс. Не, ну это значит без включенного рейджа. Да, с рейджем там еще круче будет. На 80% повышает это. Он четыре раза в секунду будет бить. Ну не четыре раза в секунду, то есть 0.68 у него расстояние в секунду. Это странная ситуация на самом деле. Если еще минут 10 подождать, то Войд может что-то купить на дамаг серьезно. И тогда уже будет не так просто. Например, Баттерфляй. Ну, не знаю. Хотя бы Масклопа 1 для начала. Потому что до Баттерфляя можно не дошить. Да что ж такое? Какие-то проблемы. Ну это белорусский интернет. Как же я рад, что это не первая ДОТ. А сколько мы с ними натерпелись. С бедными белорусами еще. Во времена интел-челленджов и так далее. Когда у них там были просто масс-дропы. Каждый там, не знаю. В каждой игре. В каждом моменте. В ДОТе 2 тоже 2 секунды КД у Башера. Первый. Будем знать. Мне кажется, что это человек, который разгадал тайный пароль. Итак, поехали. Да это просто кто-то подобрал. Пароль-то был не особо умный. Я хотел сказать, что пароль легко подобрать. Но я не стал. Да, ну вот змейки поставили. Дошли. Непонятно, что делать. Ну и вообще не ясно, что делают сейчас балканцы. Мне очень нравится позиция Тайда. Просто царская. Пак вошел. Пак вошел. Поставил у тебя. И Тайда идет в драку. Идет. Идет. Долгаш. Встал в купол. Лич. Лич зашел в купол. Дал ульт. Все-таки смотри. Убили вина мансера. Включить. Минус лич. Зачем? Зачем он идет за Тайдер? Шекер ультанул. Шекер сейчас умрет. Да, минус Шекер. Вот самое прикольное в этом всем, что белорусы абсолютно всю драку дрались под вардами Расты. Вот просто всю драку. Не, мне очень понравилось, как Войт в БКВ побежал догонять ключевого героя команды Тайп Хантера. Побежал, догнал. Сейчас купил МО. Я смотрю, как Найкс тут дерется с Вайдом. Да, тут Войт, по-моему, без шанса. Перебашил, перебашил. Просто без шанса. Ну, у Момы есть минус наш. Да. Говорят, больно. Умер с одной магии. Да, Найкс отдает, видимо. А Эггис? Или нет? Пытается надать, но не, он еще Рассла убьет, наверное. Нет, Рассел. Вендран бежать. Хочет он отдать Эггис, но никак не получается. А, вот это вторая кинца. Вот. Да. Не совсем получилось. Ну, что по игре вообще можно сказать? Шекер отличный стан. С пути на такой фейл отлича, который зашел пешком в купол. Да, зашел. Не, ну он все-таки ультал, но то, что он пешком затопал в этот купол, так вот, по-царски. Это, конечно, да. Ну, фейлит много белорусы, играет. Кажись, и неплохо. Ну, очень много фейлов. Начинаешь... Шекер, как-то такие, не знаю, 40 минут прошло, а Шекера... А Даггера все нет. Ну, Шекер играет, как Энесс в свое время на Ассес. 50... 52 минуты там. Даггер я не слышал. Ну, да, да, да. Не, у нас туда, правда, на Сен-Кинге на 52-й собрал Даггер. Тут на 40-й, да, Шекер без Даггера хреноватенько, конечно. 600 голды ему еще до Даггера, но он ему уже нифига не поможет, конечно. Ну, как знать. Не, ну, все-таки Даггер Шекеру дает, в принципе, хороший такой станлок на 3 секунды с чемпера. Ну, да, даже больше. Ну, просто обычно это. Сразу все нажимают поскорее. Чтобы не задизаймить. Так, Раста, Раста БКБ купила. Ничего нового у Найкса. Пак с Хиксом мы уже видели это дело. Не, ну, тем не менее, один удачный купол, так бы, он может изменить ситуацию. Ну, если убить героев важных, если убить Пака... Ну, если убить Пака и Раста, то... Да, 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 то все будет хорошо. От Найкса можно побегать в разные стороны, там. Да, Найкса легко довольно развести, все-таки. Правда, некому тут разводить, кроме Верки. Ну, а, ну, кстати, вот Санкин уже с госкипитом, но... Правда, его, наверное, не спасет. Посмотрим. Что, продолжает дальше босницы пушить в тупую. Опять коварнейший Тайт Сантер, коварнейший. Коварный Тайт. Ну, Тайт, да, коварность Тайт, да, просто... Ну, просто... Это печально. Ну, они даже не пойдут дефит, я так понимаю. Вот, прыгает. Ну, Войт, на... Вот, купол на Найкса, отлично. С-3, БКБ включил в куполе. Вот, вот, просто... Я решил убить Гиномайсера. Баш, еще баш. Гиномайсер Мека. Еще баш. Не, 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 не тут-то было. Гиномайсер легко передамаживал. Вот. Да. Вот, наконец-то он начал бить Расту и улетел. Отлично. Отличная драка просто сейчас от... От белорусов. Вот. А, Шейкер-то, кстати, продал стики, он тут допустил, что все. Смотри, что сделал сейчас Сымкин? Просто взял и копнул пятерых. Молодец. А, так, Шейкер... Обалдеть. Шейкер-то, на самом деле, все, продал, купил даггер, но его убили до замеса. Это, наверное, обидно. Нет, реально, вот. Посмотри на этому Шейкера, он вернулся... Ну, да, он все продал, купил даггер, действительно. Не в КТ, заметь. И не прыгнул. И он тупо ливнул, типа, да на вас в жопу, короче. Ни разу так и не прыгнул с ульта. Вот это обидно. Шейкер. Сейчас же Шейкер зайдет, я верю. Ну, вот же они. Давай, давай, дружище, где он там? Вот он ливнулся. Давай, я смотрю за Шейкером прямо. А, он уже ливнул. Все, Шейкер же уже ливнул. О, переподключился. Давай, дружище. А, уже мега-крипы. Вот смотри, так стоят хорошо, можно прыгнуть. Давай, вдвоих. Шейкер. Подожди, я вот выехал. Братюни, давай, давай. Тан-тан-тан-тан. Вот он. Ну, ну, братюнь, давай. Да какой стан, да прыгай уже. То есть, что, сейфово сыграть, дайте фисуру и пока на базе поспорять. Эх. Кстати, у... Ну, вот это, кстати, странно очень. Ему очень много давали фармить, он почти ничего не купил. Ну, да. Вначале. О, Шейкер прыгнул. Феномансера одного. Проверный ясен. И эскалует. Вот это замес моей мечты. Так, тут, что, вырубили Шейкера. А, так забил ворды, раз ты же бил с Купрой, да? Да. Тут Найкс больновато так бьет. Пак просто с руки убивает всю команду соперник. Да, ну что, и в четвертьфинале, в одном матче... В двух матчах, точнее, от квоты парня из СССК. Рассел написал в конце HelloPD, не позорился бы. Нет, ну, Рассел был в своей команде... Одним из лучших. Одним из лучших. Он единственный, кто закончил не с минусовым результатом. С чем мы его и поздравляем. Молодец, сейчас остановлю запись.